Всем привет, привет! Всем отличного вам настроения! Напоминаю, что в пятницу в разделе сообщества я выложу анонс про Блиц-консультации. В этот раз я буду делать поток, поэтому можете оставлять свои заявки в пятницу. И если я не ошибаюсь, завтра, да, сегодня у нас среда, завтра четверг, завтра у нас будет прямой эфир в 21 по Москве, где я буду озвучивать результаты розыгрыша. В прямом эфире я не смогу сделать розыгрыш. Почему? Потому что так как я ставлю камеру и компьютер, да, то мне не совсем удобно это будет делать. Но чтобы быть уверенной, что все справедливо и все, как говорится, по-чесноку, я сделаю заранее розыгрыш, запишу его на видео. То есть на видео вы будете смотреть, как это все проходит, кто выиграл, какие подарки. В прямом эфире я озвучу, но еще и выложу отдельный ролик, где это все будет наглядно показано. То есть я поставлю камеру, чтобы можно было видеть компьютер, когда я буду делать розыгрыш. То есть не переживайте на этот счет. Особенно если те, кто переживает насчет того, что меня не будет на прямом эфире, то как я пойму, выиграл я или нет. Все узнаете. Тем более прямой эфир, если не пойдет ничего наперекосяк, запись сохранится. Поэтому вы сможете в записи посмотреть свою фамилию. Но в любом случае даже в разделе сообщества я напишу анонс, где напишу потом, кто выиграл. То есть у нас будет ролик с подтверждением, у нас будет анонс с озвученными именами. Поэтому на этот счет не переживайте. Сегодня мы с вами сделаем расклад на тему, какую критику в свой адрес вы слышите чаще всего. Опять же, я вижу, постоянно приходят новые люди. Я уже говорила в чатике, в телеграм-канале, что мои энергии будут меняться. И поэтому очень много новых людей будет приходить. Особенно в этом году. Ближе к весна, начало лета. А те, кто со мной уже был давно, постепенно будет уходить свободное плавание. Поэтому энергия моих подписчиков будет обновляться. Поэтому мне приходится какие-то вещи повторять. Опять, скажу для тех, кто недавно подписался. Мой канал, он направлен на самопознание. Самопознание для меня означает то, что человек начинает наблюдать за собой, за процессами, которые происходят внутри него, вовне. И он хочет со всем этим разобраться. То есть понять себя. Насколько возможно понять себя? Да мне кажется, пока человек живет полностью, понять себя невозможно. Потому что люди это такие многоуровневые, многослойные энергии содержат в себе. И каждый раз, когда тебе кажется, что все, я что-то понял, я в себе разобрался, тот же самый феномен, но уже его другая грань всплывает на поверхность. Поэтому сказать, что 100% я себя знаю, я думаю, это была бы иллюзия. Почему? Потому что мы еще не совсем понимаем, кто мы. Начнем с этого. Поэтому мой канал, он направлен, он содержит психологические и философские темы. И направлен на то, чтобы мы себя лучше узнавали. На всякий случай скажу, на будущее. А если вдруг вы видите какую-то тему, заголовок, и говорите, что нет, мне это не откликается, я бы вам просто порекомендовала заглянуть в этот расклад. Почему? Потому что у меня бывает так неоднократно, что насыщение, то есть суть, сам расклад, он отыгрывается немножечко иначе, нежели название. Почему? Потому что энергии туда ведут, куда ведут, так я и делаю расклад. И иногда есть не то, чтобы не состыковка, а заданная тема, она разворачивается иначе немножко. Поэтому всегда смотрите про наполнение. То есть не смотрите конфетки по обвертке. Обвертка, она может быть прекрасная, а внутри начинка не очень хорошая, да и конфета старая. Ну, либо наоборот. Поэтому такие темы, вот как сегодняшняя, например, какую критику свой адрес вы слышите чаще всего, она не направлена на то, чтобы вам показать, кто и как, и для чего вас критикует. А скорее всего, чтобы вы задумались, потому что, опять же, такие расклады мои, они пора подумать. Они не развлекательные. Что нужно подумать в этом раскладе? Если я слышу в свой адрес такую критику, то для чего она мне? То есть что она, возможно, во мне отражает? Либо к чему она меня ведет? То есть что эта критика хочет, чему она хочет меня научить? То есть на что мне нужно обращать внимание? То есть по-разному здесь можно смотреть на это. То есть, так сказать, мы не делаем на то, что говорят, да, в прямом смысле. В том числе, там, например, там сплетни, либо что-то говорят за спиной, что тоже является в некоторой степени критикой и осуждением. А для того, чтобы разобраться в этой теме, почему вообще люди говорят про меня такое, да. То есть в чем смысл, да, в чем причина? Вот в этом я хочу сегодня разобраться. То есть корень, меня интересуют всегда смыслы и корни. Я всегда на это обращаю внимание. И вы, ну, кто со мной давно знает это, вот кто пояснение мое, это для тех, кто недавно на моем канале. То есть я никогда не смотрю поверхностно на вещи, да. Я всегда стараюсь искать суть. Вот. Вот такой расклад мы будем с вами смотреть. Позиции вы видите. Чуть я громкость, да, так говорю. Плюс микрофон-то у меня близко, а же мне и так хорошо слышно. Кричу бодренько, так бодренько. Итак, давайте приступим. Так, убираем. Позиция номер один. Голубенький камешек. Смотрим. Единчики вас. Какую критику в свой адрес вы слышите чаще всего? Чаще всего. Аэрофонт, да. Я бы сказала, знаете, критика, она связана с тем, что либо люди стараются. Вообще, как-то хотят вам показать, что вы в чем-то категоричны. Почему? Потому что у Ерофонта, ну, когда он в прямой позиции, да, это все прекрасно, это учитель, это наставник, это человек, который передает истину и знания, да, то есть он является наместником Бога на земле. Поэтому его главная задача, да, передавать знания, но знания более глубинные, да, эзотерические такие, их передает верховная жрица. Аэрофонт, он передает, скорее всего, больше знания касательно морали, да, морально-нравственных каких-то устоев. И это больше некие такие ключи, которые помогут человеку жить именно в социуме, да, но при этом, вот как говорится, оставаться человеком и не скатываться до уровня животных. То есть вот у него вот такая задача, но это в прямом положении. Вот с одной стороны людей может как-то вот раздражать, почему они вас критикуют, да, потому что они с чем-то не согласны. В данном случае с чем они могут быть не согласны? Они могут быть не согласны с тем, что вы говорите, почему, потому что вот в перевертой позиции Аэрофонт, он нам как раз-таки говорит о том, что человеку очень сложно принять, то есть у него есть очень высокие идеалы и стандарты, и ему достаточно сложно принять на свой счет, что он не идеальный, потому что он стремится к этим идеалам. То есть с одной стороны здесь вот присутствует вот эта вот духовная, да, какая-то составляющая, но с другой стороны он все равно остается человеком, да, то есть здесь еще до идеализации, до, так скажем, просветления еще достаточно далеко этому человеку, но поскольку у него есть вот эта, как бы так сказать, некая такая мотивация, что ли, то, к чему он стремится, стремится к светлому, к самому лучшему, да, к самому прекрасному и морально-нравственному каким-то аспектам жизни, но он не идеален. И вот принять свою какую-то неидеальность, ему это сложно, и поэтому, то есть в других людях, да, как мы говорим, в других я вижу какие-то недостатки, да, а в своем глазу дубину не увижу. Вот это как раз-таки про Ярофанта, то есть они что могут критиковать? Они могут критиковать, говорить о том, что вот вы учите, да, других людей, либо как-то советуете, рекомендуете, в общем, несете некую такую пропаганду морально-нравственной позиции, да, основываясь на благодетелях, и в принципе это хорошо, и это окей, это нормально, но о себе, вот какие-то моменты ваши, в теневых аспектах вы это не принимаете, а поскольку вы не принимаете вот сами себя, да, вот эту вот свою неидеальную, что у вас есть эти теневые аспекты, вам проще, и у вас есть эта способность управлять людьми, как-то, вы знаете, вот манипулировать, здесь игра слов идет, то есть манипулировать словами таким образом, чтобы показать, что это с людьми что-то не так, они с вами, то есть пока вы занимаете умы других людей, вот с которыми вы общаетесь, да, и они как-то вот восхищаются вашей мудростью, может быть, вашими знаниями, либо еще чем-то, вот вы как будто бы, знаете, вот от себя их отводите для того, чтобы они не показали вам, как зеркала, вот вашу несостоятельность в чем-то, для вас это самое болезненное место, то есть когда вот вы что-то показываете другим людям, и говорите, что вот здесь вот нужно исправить, и здесь это нужно исправить, это верно, да, я не говорю, что это неправильно, что может быть вы там в чем-то ошибаетесь, нет, но вы с такой же легкостью должны принимать и на свой счет то, что вам показывают, да, то, что вот вам подсвечивают, вы очень ранимы в этом плане, очень чувствительны, и вот когда вам что-то подсвечивают, да, из ваших теневых аспектов, вам кажется, что люди как-то вот негативно к вам относятся, да, и вы тогда входите вот в атаку такую, нападение, да, либо в оборону, либо нападение, то есть для вас это вот болезненная какая-то тема, и причина, я уже объяснила в чем она, не в том, что вы не могли бы принять в себе, да, либо не можете принять в себе вот эти вот теневые аспекты, которые вам самим надо что-то в себе изменить, а просто потому, что вы настолько стремитесь к идеалу какому-то, вот какой-то некой утопии, что ли, своей внутренней, что признать в себе, что это тоже есть вас, это вот как будто бы, знаете, я не знаю, что-то омрачить, да, это вот как-то, ну, как какой-то позор, как грех, то есть для вас это имеет большую значимость и важность, то есть здесь вы иногда уходите в какую-то иллюзию, и в контексте нашего вопроса, какую критику в свой адрес вы слышите чаще всего, это вот как раз-таки про то, что вы транслируете какие-то морально-нравственные ценности очень высокие, вы говорите про это, и здесь может быть по-разному, либо люди не понимают вас, да, либо они не готовы это услышать, ну, то есть причины разные, но они вам как-то, вы знаете, воспринимают ваши слова в штуки и хотят показать, что и ты тоже не царь и не бог, да, то есть посмотри сначала на себя, то есть прежде чем что-то говорить о других, посмотри сначала на себя, и начинает находить в вас что-то, и вас это очень сильно ранит, почему, потому что, вот мне хочется как-то вот почему-то взять вашу позицию, потому что здесь я не могу сказать, что вот вы не работаете над собой, наоборот, вы слишком требовательны к себе, вы слишком, вот я говорю вот этот вот, идеал, к которому вы стремитесь, он как будто бы вот на земле, он нереален, да, то есть потому что вот земная наша площадка, она не создана для того, к чему вы стремитесь, и вы очень много над собой работаете, возможно, по сравнению с кем-то другим, да, прикладываете больше усилий, что-то, ну, вот как-то узнаете, что-то меняете, стараетесь в своей жизни, и поэтому, когда вам говорят критику, да, типа посмотри на себя, вам это больно становится, почему, потому что вы и так над этим работаете, и вы требуете от себя намного больше, чем то, что вам указывают другие люди, и вот ключевое здесь, это вот эта вот какая-то чувствительность и ранимость, но в этом и есть некая доля эгоизма, да, то есть вот мне сложно принять, что вот во мне есть то, о чем говорят. Вот опять же таки, мне кажется, иногда это включается в ваши эмоции, вот если бы убрать эмоции, да, то есть, ну, не в тот момент, когда вас критикуют, а когда как-то вот все эмоции улягутся, да, и пройдет какой-то период времени, вы сможете адекватно проанализировать ситуацию, вы сможете увидеть, да, где человек там прав, либо не прав, но вот именно в момент, когда вам, и тогда вы сможете что-то принять, но вот в момент, когда вам говорят, вот такое вот ощущение, что вот вам прям ножом по сердцу, вот прям очень это больно, вы очень близко принимаете к сердцу то, что вам говорят, а теперь я хочу, ну, то есть это то, что, есть ли еще что-то, что вот вам говорят, какую-то критику в ваш адрес. Ну, скорее всего, здесь акцент больше идет, видите, на некое такое наставничество, да, на позиционирование того, что вот вы как-то отдаете, да, людям как-то помогаете, что-то делаете, и это является предметом, в некоторой степени, знаете, вот какой-то вот дисбаланс, дисгармония и обесценивание. Опять же-таки, да, присутствует в вас доля эгоизма, да, и вот, возможно, вы действительно не видите какие-то, ну, либо не хотите, здесь я не думаю, что вы не видите, вы просто не хотите принимать какие-то негативные моменты в ваш адрес. Почему? Потому что вы очень много работаете над собой и стараетесь. И вот, как это, знаете, вот в белую краску, да, если капнуть вот капельку черного, да, черной краски, она вот оставляет вот это вот послевкусие, вот этот осадок, она все равно заметна. То есть это может быть, там, не знаю, 5 литров белой краски, да, но вот одна капля черной вот этой вот краски, она все равно меняет как-то цвет, а спечаток остается, след остается от этой краски. И вот здесь вот примерно то же самое. То есть вы можете, там, не знаю, 3 литра белой краски, это быть вы, да, но вот все равно какая-то одна капля, если она и остается, то вот на вашем фоне вы очень близко. Почему вы принимаете к сердцу? Потому что вы много работаете, работаете, а люди вот как будто бы, знаете, не обращают внимания на то, чего вы достигли именно в плане знаний, да, вот этого вот своего какого-то развития, самопознания. Вот им почему-то хочется вот именно обратить внимание вот на эту капельку, вот на эту точечку черную. То есть они не будут обращать на все хорошее, что у вас есть, а будут обращаться именно вот на эту каплю. И вам от этого становится больно. То есть вы чувствуете вот какую-то несправедливость по отношению к себе. Возможно, потому что у вас по жизни есть завышенные требования к самому себе. И вот поскольку они вот слишком завышенные, вот люди как будто бы вам это и указывают, да, только делают это вот именно через критику, что вот ты еще и это не сработал, вот ты еще и вот над этим не поработал, у тебя там еще здесь что-то несовершенно. И вот здесь такое еще ощущение, причем, знаете, вот если у вас какая-то вспомогательная работа, да, шестерка педагогли, что-то связанное с меценатством, с помощью, да, с наставничеством, мало того, что вы помогаете, да, вот еще вы можете славливать и критику в свой адрес, да, то есть люди вместо того, чтобы вот вас как-то благодарить, они могут вас еще и осуждать. Вот такой момент тоже может быть. Почему? Потому что вот причина, сейчас я, конечно же, посмотрю, но вот здесь вот такое ощущение, что вот причина вас, потому что вы требовательны к себе, и вот эта вот требовательность к себе, она во внешнем мире подчеркивает вот эту вот чрезмерность, да, то, что вот вы отклонились от золотой середины в сторону требовательности к себе, и люди вам это и показывают через то, что они где-то вот чрезмерно требовательны к вам, да, в виде какой-то критики, в виде какого-то недовольства, либо претензий в ваш адрес, потому что вы к себе претензиозны, да, вы слишком требовательны от себя, и вот это вот как будто бы хочется подчеркнуть. Но следующий у нас вопрос как раз-таки в эту тему, да, как вы думаете, почему? Вот почему люди вас критикуют за это? Вот давайте посмотрим. Четверка Пендакли, да, почему вас критикуют? Знаете, интересный момент, почему я улыбаюсь, за жадность, да, за жадность в ресурсах. В данном случае, потому что вы где-то как-то зажимаете, либо пережимаете знания, да, и вот люди, может быть, где-то, ну я не знаю, интуитивно, может быть, неосознанно, да, понимают, что вы можете являться неким таким источником, источником ресурсов. И вот это вот, а почему ты не делишься этим источником, да? Конечно, можно было спросить, если это вот в вашем владении, то это чисто субъективное такое решение, делиться источником или нет, да, почему я должен делиться источником, если я не хочу, и это вот мое владение. Второй вопрос, если бы это было там, я не знаю, общественное, да, и вот вы зажали и не дали кому-то другому, это другой вопрос. Но вот здесь вот как будто вот эта вот претензиозность, с одной стороны, что вот вы как-то зажали эти ресурсы и не делитесь ими с другими людьми, это один момент. Второй момент, почему может быть здесь критика, потому что, знаете, вот где-то в каких-то моментах, вот как будто бы не хватает движения, то есть здесь как будто нету развития, вот вы не то чтобы вот однобокий, а как это правильно сказать, да, вот присутствует некая такая зашоренность, либо обычно это называется какой-то вот, ну, условно говоря, узкая какая-то специализация, да, то есть вот я только вот в этом точечно, все остальное мне неинтересно, либо, например, в контексте мировоззрения, вот у меня есть только вот эта вот позиция, какую-то другую я не беру. И, возможно, вы очень как-то усердно, да, стараетесь это пропагандировать, либо говорить, вот, и людям это не нравится. Вот они берут вас в штуки, потому что вот, опять же таки, это вот модель идеальности какой-то, да, либо они хотят, знаете, как вот, ощущение того, что вот они вам не верят почему-то, в контексте чего? Вот у них такое чувство, что вы носите какую-то маску, да, потому что вот есть какая-то, как, какой-то вот эта вот идеализация, я не могу объяснить, как будто бы они не верят, что вы настоящий, да, что вот то, что происходит, это вот вы просто носите вот эту вот маску, да, что на самом деле, как говорится, да, людям вы будете читать моральные какие-то лекции, да, а потом по вечерам выпиваете. Вот какое-то такое, какая-то такая несостыковка идет в восприятии, то есть люди не могут поверить, что вы настоящий, что у вас действительно могут быть такие ценности, о которых вы транслируете, что, возможно, вы действительно можете быть альтруистами, но не может быть, допустим, в наше время, да, что кто-то есть, может быть альтруистом, да, что люди, например, в большинстве своем смотрят свою выгоду, о каких морально-нравственных ценностях мы будем здесь говорить и так далее, и так далее. То есть вот здесь что-то такое, то есть опять же таки, да, говорят по себе, людей не судят, но вот здесь как раз-таки чисто какая-то субъективная оценка идет в ваш адрес. Она не безосновательна вот в контексте того, что действительно у вас слишком вот завышенные требования к себе, к жизни, к качеству жизни, да, то есть вот, как это сказать, допустим, да, вот вы читаете философскую какую-то литературу, да, либо психологию, не для того, чтобы вот, ну, либо знания какие-то у вас есть глубокие, не для того, чтобы рисоваться перед другими, а потому что вам это действительно нравится. И вот когда вас спрашивают, а что ты читаешь, да, а ты начинаешь говорить, что вот, ну, например, да, я читаю там Аристотеля, Платона, Пифагора, и человек говорит, ну, это ты так называешь, потому что он там, знаешь, 4-5 семен, да, вот, и хочешь перед нами рисануться, вот, поэтому ты нам про это говоришь. Ну, и они вам не поверят, что вы это читаете. Почему? Потому что вот в их ценностях, да, вот этого нет. То есть здесь даже иногда может быть такой момент, что эти люди вам появляются для того, чтобы вас немножечко заземлить, потому что иногда вы действительно уходите достаточно, ну, вот, высоко как-то, высоко. Интересы у вас какие-то такие вот, ну, не стандартные, не так, как у всех. Возможно, вы, например, тот человек, который можете для каких-то исследований что-то делать экстраординарное, но под этим есть какая-то вот подоплёка ваших интересов в контексте, не знаю, там, развития, да, и каких-то исследований. Люди это не могут понять. Приведу пример, вы можете загуглить, если кто не знает, Михаила Радугу, он много лет занимается осознанными сновидениями, вот, изучает эту тематику. У него есть свои лаборатории и так далее. Может быть, кто-то знает. Вот в контексте каких-то своих исследований у него была некая такая гипотеза, которую нужно было подтвердить. И для этого нужна была нейрохирургическая операция. А поскольку эту операцию могли проводить только нейрохирурги, вот, то, что он хотел вжить в свой мозг некие такие импланты для того, чтобы там что-то отслеживать, да, касательно своей собственной тематики вот этих осознанных сновидений, ни один врач не брался это делать. Почему? Потому что, ну, их были решили лицензии, потому что по каким-то там определенным, ну, нельзя делать эксперименты на людей, на людях и так далее, даже если это с твоего согласия. И вот ради, не знаю, это вот на грани гения и на грани сумасшествия. Этот человек для того, чтобы все-таки подтвердить эту гипотезу, он самостоятельно сделал на себе эту операцию. Провел, слава богу, выжил, вот, получил те исследования, которые ему необходимы были, которые нужны, изучал, там, я не знаю, целый год готовился к этой операции, изучал сам, делал операции на головах разных там, ну, мертвых уже животных, да, для того, чтобы там не ошибиться. В общем, это была целая такая эпопея. Суть в чем? Вот то, что я хочу сказать про аэрофанта. То есть вы можете иногда идти даже на крайность, вот как, например, Михаил, для того, чтобы вот, знаете, в некоторой степени, да, аэрофант, это еще и дьявол, да, перевернутый аэрофант, это прямой дьявол, некая такая одержимость какой-то идеи, да, то, во что человек верит. Вот он настолько верит в то дело, которое он любит, то, которым он занимается, да, потому что это не просто, знаете, вот любовь к тому, что я хочу изучать осознанность на везение, а исходя из опытов, которые он проводит, и в том числе на себе, он получает какие-то научные данные, которые в дальнейшем могут помочь нейросетям в исследовании и так далее-то. Ну, то есть это есть, перспектива в этом есть какая-то. Вот, и поэтому здесь я могу предположить, что люди не совсем вас понимают, то есть почему они вас критикуют. Они не могут понять, да, вот то, что я сказала про альтруизм, либо вот вы настолько, может быть, одержимыми какими-то своими идеями, и вы в это верите. Здесь ключевое в то, что то, что вы говорите, вы в это верите. Людям это не понять. Они иногда видят вас, ну, может быть, какого-то сумасшедшего. Для кого-то, может быть, это гений, а для кого-то это, ну, психопат, да. Ну, суть здесь заключается в том, что не всегда они вас понимают. И поэтому почему они вас критикуют? Критикуют, потому что если вы транслируете вот это вот альтруизм, да, какая-то, может быть, бесплатная помощь кому-то, то кто-то может вас ожидать и говорить, да, блин, у нее есть какие-то свои выгоды, либо у него есть свои выгоды, он просто это не показывает. То есть вот здесь как будто бы нету доверия, потому что либо такие люди уже не появляются, хочется сказать, да, либо они вот считанные, как говорится, единицы с такими качествами. Вот, и это может быть непонятно. Еще почему вы думаете, да, что люди вас критикуют? Вот вы почему можете думать? Ну, то, что я и сказала, дьявол. Потому что здесь может проходить зависть. Почему вас критикуют? Потому что здесь может проходить зависть. Потому что люди не могут делать то, что делаете вы. Я не говорю там сделать самостоятельно какую-то операцию на себе, да. Вот здесь не об этом. Но вот какое-то сумасшествие, вот иногда вы можете что-то такое выкинуть, что люди вас, во-первых, не поймут, а во-вторых, они не будут уверены в том, что они способны на это. Либо у них есть какие-то ограничения, страхи. Они не могут это сделать. А вы можете. И вот здесь такое ощущение, что как будто бы вам не прощается. И поэтому любая ошибка, любой как-то где-то, если вы оступились в чем-то, это будет, как сказать, хорошим поводом вас раскритиковать. Но здесь, плюс ко всему, здесь еще есть страх. Когда мы боимся чего-то? Тогда, когда у нас недостаток информации. То есть, проще говоря, когда мы что-то не знаем, тогда мы боимся. Почему? Потому что, опять же так скажу, да, не хватает какой-то информации. То есть люди вас не знают, поэтому они вас не понимают. А когда мы что-то не понимаем, мы этого боимся. Вот. И испокон веков было, когда мы что-то боимся, мы должны это ликвидировать. Мы должны это убрать. Поэтому вам ошибки не прощаются. И небольшая такая помеха, да, ну как-то не помеха, а вот где-то, если вдруг вы оступились в чем-то, да, то это будет наказуемо. То есть, если кому-то другому это сошло бы с рук, вот, то здесь это будет наказуемо. Наказуемо в контексте словесной критики, да. То есть, неправильно где-то какое-то слово сказали, может быть, где-то ошибку орфографическую, да, сделали. Просто потому, что к вам требования высокие. А почему к вам требования высокие, я сказала, потому что вы сами к себе слишком требовательны. Вот. Поэтому людям вам этот момент и показывают, подсвечивают. Вот здесь такой, такой формат вышел. Так, это была первая позиция. Позиция номер два. Красненький камешек, двоечки. Смотрим. Какую критику в свой адрес вы слышите чаще всего? Император. Император, интересно. Здесь император у нас проходит перевернутый, да. То есть, скорее всего, то, что вы не берете ответственность, да, допустим, на себя в каких-то моментах. Либо стараетесь перекладывать ответственность на другого человека. Либо, возможно, вы какой-то неорганизованный, да, человек. Ну, то есть, допустим, если надо куда-то пойти, да, то чисто логически человек понимает, что нужно прийти в какое-то место заранее, чтобы быть вовремя. А вот у вас как будто бы, знаете, вот оставляете либо на последний момент, либо вот какие-то такие сборы перед походом куда-то хаотичные, что либо вы опаздываете, либо вы забываете. То есть, вот нет вот этой вот структурности и организации, да, организованности. То есть, вы как будто бы такой, знаете, человек достаточно творческий и хаотичный. И здесь получается так, что, не знаю, вот как будто бы не хватает порядка какого-то, да. То есть, хочется сказать, ну, действительно хаотичное, что такое беспорядочное. И вас критикуют за то, что, возможно, вы как-то вот, не знаю, незрело подходите к каким-то моментам, вещам. Либо вам не хватает внутреннего стержня, да, не хватает какой-то стабильности. Возможно, вы где-то в чем-то нерешительный. Возможно, вас критикуют за то, что вы не можете дать отпор. И здесь, знаете, вот эта вот критика, она не идет как будто бы от другого человека. А вот мне показывают здесь, как будто рядом с вами есть какой-то человек. Я не знаю, может быть, это ваша мама, отец. Ну, какая-то вот какая-то личность чуть старше вас, что ли. Даже если это, например, друг или подруга, то почему-то они берут на себя ответственность за, ну, вот как заботу о вас, да, как старший товарищ, как старший какой-то вот брат, что-то такое. Вот они вот все время вам как-то, хочу сказать, насаждают, допекают вас тем, что вот почему ты так не делаешь. Вот надо делать так. Какую-то мораль вам читают, честно говоря, какие-то лекции. И вот в этом контексте есть критика. Но я не думаю, что это критика от других людей. Здесь, скорее всего, критика идет от ваших каких-то близких. Потому что мне здесь показывают человека, который, если он вам читает вот эту вот мораль и лекцию, то вы каким-то образом, ну, очень часто взаимодействуете с этим человеком. Возможно, это ваш начальник. Почему? Потому что, почему я говорю, вы взаимодействуете часто с этим человеком, потому что вы не можете, не знаю, как-то дать отпор этому человеку, потому что он для вас является каким-то авторитетом. Ну, допустим, если это ваш начальник, то, конечно же, ну, соблюдая субординацию, да, вы не можете ничего человеку сказать. Я имею в виду так, как хотели бы, да. Либо, например, если это какой-то старший ваш родственник, тоже, опять же-таки, да, в силу того, что взрослый, вот это вот уважение, там, нельзя сказать и так далее. То есть вот вы молчите. Мне просто здесь показывают человека, который сидит и слушает то, что ему выговаривают. А выговаривают ему о том, что вот он какой-то незрелый, несостоятельный, ну, как-то вот не берет ответственность на себя, либо, наоборот, не может дать отпор. Вот, знаете, так, ну, что ты не можешь ему ответить, да, либо вам там говорят. Ну, когда ты уже научишься, там, быть серьезным, либо когда у тебя уже в доме появится какой-то порядок. Вот какие-то такие претензии здесь идут. А ну-ка, посмотрю, есть ли еще критика в ваш адрес. Ну, вот, Арканшута, да, то, что вот вы где-то незрелые, где-то какие-то легкомысленные, где-то, может быть, все время шутите, ничего не воспринимаете всерьез. Вот какой-то такой момент. Но здесь не от чужих людей критика, да, как я уже сказала. А как вы думаете, вот почему? Так вот сейчас туда поставлю. А почему вы считаете? Нет. Как вы думаете, да, почему вас критикуют? Ну, вот говорят вам вот это вот все. Посмотрите, как вы думаете, почему? Почему вам это все говорят? Наверное, просто потому, что вы это допускаете, да, то есть, потому что вы вот молчите. Есть такое ощущение, что вы уходите в позиции более слабой, чем эти люди. Но здесь по разным причинам. Кто-то просто не хочет конфликтовать, кому-то действительно, ну, по барабану, что ему говорят. Вот, а кому-то вот настолько уже достало, что человек уже находится вот в какой-то такой апатии, что, да, блин, да говори ты уже, что хочешь, да, в какой-то момент ты вот смолчишь, и все, и будем дальше работать, либо дальше заниматься каким-то своим делом. То есть, вас критикуют, потому что вы это разрешаете, и вы это допускаете. А почему допускаете? Потому что у вас не хватает энергии для того, чтобы изменить эту ситуацию. Вот, не всегда это обязательно дать отпор, но вот изменить ситуацию. Еще, почему вы думаете, вас критикуют? Ну, кто-то считает, что эта критика связана с любовью, да, что здесь есть, как будто бы человек хочет вам действительно благо, да, хочет вас исцелить от каких-то ваших травм. То есть, допустим, если это ваш друг, вот, и он постоянно, ну, либо подруга, да, и постоянно вас пилит о том, что, да, блин, да забудь ты эти отношения, да, либо забудь ты этого человека, зачем он тебе нужен, все такое. То есть, вы отдаете себе отчет, что человек как-то хочет помочь, чтобы вот вам было хорошо, да, то есть, вот, есть здесь и такие моменты. Еще, еще, как вы думаете, да, почему вас критикуют? Ну, такое ощущение, что вот вас как будто бы таким образом обучают, да, чтобы вы смогли отстаивать свою позицию, чтобы вы смогли отстаивать как-то свою точку зрения. Вот, а с одной стороны, с другой стороны, как будто бы это вот какой-то формат заботы, что ли. Мне хочется посмотреть, как на самом деле, вот действительно, как на самом деле. Ну, на самом деле, на самом деле, да, можно сказать, что действительно кто-то с к вам относится вот как-то по-отцовски, хочется сказать. Ну, то есть, действительно, заботиться о вас, да, почему? Потому что вот, ну, с другой стороны, знаете, как-то вот такое обращение к вам, как к маленькому ребенку, как к несостоятельной личности, да. И здесь бы я задумалась на вашем месте, почему люди не видят во мне зрелую личность, там, не важно даже, сколько вам там лет, 30, 40, 50, 60, не важно. Вот почему? Почему действительно во мне видят вот эту вот несостоятельную личность? Потому что вас не видят на равных. Вот здесь, в этом проблема. Либо вы действительно не хотите, да, чтобы вас, вас видели, как взрослого какого-то человека. Потому что, ну, здесь могут быть разные выгоды, да. Я не хочу, например, брать ответственность. Мне удобно, там, прикидываться, что я ничего не знаю, но каким-то таким, знаете, дурачком, всельчаком, вот и спроса с меня никакого. То есть, такой формат тоже, может быть, он не исключен. То есть, такая модель поведения, потому что она удобная, она выгодная, есть там вторичные, да, какие-то выгоды. Вот, а есть, а есть действительно моменты, когда, ну, люди вас видят на ступеньку ниже. Вот, здесь я бы тогда задумалась. То есть, либо, если это ваш осознанный выбор, то окей, это нормально, поэтому вы и принимаете. А если это неосознанный выбор, да, вот играть вот в Иванушка-дурачка, то здесь бы я задумалась. Возможно, есть, ну, не то чтобы травма, но вот как повод для размышлений, вот так скажу, да, то есть пища для работы здесь, и повод для размышлений, и пища для размышлений здесь присутствует. Задумайтесь, задумайтесь. Так, это вторая позиция. Красный камешек. И мы переходим к позиции номер три. Зелененькому камешку. Троечке. Какую критику чаще всего вы слышите в свой адрес? Какую критику? Вообще-то она была бы уместна больше к мужчинам, но, наверное, к женщинам тоже. Ты влюблен в свою работу. Вот это вот так называется, да, то есть ты, ты, не знаю, какие-то вот претензии, да, типа ты мало времени проводишь с семьей, ты не обращаешь внимания на детей, и все я на себе тащу. То есть вот такое ощущение, что, как правило, ну, женщина обычно такие претензии предъявляет мужчинам, когда много времени они проводят на работе, да, а потом не хватает сил на бытовую жизнь. Вот. Но здесь такое ощущение, что вот критика идет, во-первых, не знаю, может быть, от жены, ну, может быть, даже и, ладно, от партнера, давайте так скажу. Вот. Ну, либо от ваших детей, да, что ты как будто бы женился на работе. Вот. Мне почему-то так хочется сказать. Либо ты влюблен в эту работу. Либо, причем работа, это не всегда наемная работа, это может быть и собственный бизнес какой-то, особенно если он касается какой-то, например, творческой работы, да, работы, и вот там, я не знаю, ну, необходимо там закрываться, условно говоря, на 2-3 месяца, чтобы написать какую-то книгу, да, и в этот момент вы не хотите, чтобы вот вас кто-то тревожил, беспокоил. Почему? Потому что, ну, вот пока есть, как она называется, вдохновение, да, хочется творить. Либо искусство какое-то там, не знаю, в скульптуре рисуете, вы что-то делаете. Ну, если вы словили вот эту вот музу вдохновения, вы не хотите, чтобы вас кто-то отвлекал, да, и вот, а это может забирать много времени. То есть пока есть вдохновение, пока есть муза, вы с ней тацуете. Вот. И здесь как будто такое ощущение, что вот претензия о том, что вот все время проводишь на работе, все время вот как будто работа, либо дело, либо хобби. И вот, то есть то, чем вы занимаетесь, вы это любите больше, чем какое-то лицо, чем какую-то личность, да, здесь об этом. Еще какую критику вы слышите в свой адрес? Тройка жрезлов. Здесь так интересно, хочется сказать, ну, когда ты уже определишься, да? Когда ты уже определишься и займешься делом? Вот если все это подытожить, то здесь что-то такое. Либо вы, то, чем вы занимаетесь, это не совсем, как это сказать, когда человек ходит на работу, да, что-то такое. Вот. Либо здесь критика о том, что когда ты уже определишься, либо определишься и что-то уже сделаешь, сотворишь, то есть, возможно, там какой-то проект надо делать, а все, муза не заходит в гости, да, и вы как-то вот все откладываете, откладываете, либо думаете, либо выбираете. То есть, есть претензии, может быть, в формате, что либо ты все никак не можешь определиться, куда ты пойдешь, что ты будешь делать, либо наоборот, ты уже определился, да, но вот как-то вот не делаете то, что хотите, либо откладываете на потом. Такой формат тоже может быть. Причем вот эти вот две карты, они идут как будто бы от близких вам людей. А вот эти два формата, они идут либо от друзей, либо от партнеров. Ну, то есть, здесь как будто бы социальная какая-то сфера показана, да, то есть, это не люди вашего ближнего круга. Здесь очень похоже на то, что вот вы как-то не можете решиться, заняться тем делом. Почему? Почему вы не можете решиться? Потому что это вот как будто бы несет какую-то ответственность, вы немножечко либо не понимаете это дело полностью для себя, либо каким-то образом побаиваетесь, да, то есть, возможно, есть какая-то способность наклонности, вы как будто бы боитесь это делать. Вот если бы вы занимались магией, да, я бы вам сказала, что вот здесь человек боится, боится принять этот дар, боится, ну, принять эту силу, и боится в нее пойти. И вот вам, возможно, говорят уже, ну, когда ты, когда ты, да, либо, ну, к примеру, вы делаете, вы коллега, таролог, делаете расклады, и вот вам, ваши знакомые, либо люди, с которыми вы уже делали расклады, да, постоянно задают вопрос, ну, когда ты уже откроешь там свой канал, либо когда ты уже создашь свой сайт, да, ну, вот когда, то есть вот здесь какая-то такая энергия проходит. Как вы думаете, да, почему? Почему это критика, эти осуждения, ваш адрес? Ну, здесь, знаете как, все же касается профессиональной сферы, да, я могу сказать о том, что вы настолько, знаете, независимый, как будто бы человек, да, у вас есть эта энергия заботы и материнские какие-то чувства, но вот энергия по отношению к мужчине, я бы не сказала, что она здесь ярко выражена, то есть вы как будто бы в паре ведете, лидирующую позицию берете, то есть вы как-то вы проигрываете мужскую роль не в контексте ответственности, а в контексте какой-то вот инициативы туда, куда вы ведете свой брачный союз, если вы, например, в браке. Если вы не в браке, то здесь вы просто вот такая, знаете, независимая, может быть, где-то в чем-то своенравная женщина, и вот вы самодостаточная, и там чужое какое-то мнение, что и как вы делаете, если честно, вот вам наплевать. И поэтому, когда вас критикуют, допустим, о том, что ты там в работу влюблена, либо в какое-то свое хобби, свое какое-то дело, вот, то люди это критикуют, почему? Потому что вот они как будто бы вами не могут управлять. Вот вы какая-то такая, знаете, дерзкая, необузданная кошка, которая гуляет, дикая, которая гуляет сама по себе, понимаете? И вот вроде бы какая-то такая бесходная, говорят, да, бесходная душа, а здесь вот бесхозная, а здесь какая-то вот такая душа, и хочется ее как будто бы, да, вот женщина такая, личность такая, хочется ее как-то обуздать, да, как-то вот, ну, я не знаю, Ну, бесхозные бывают люди? Нет, не бывает. Тем более вот императрица. Хочется вот как-то ей управлять, хочется как-то ей командовать, что ли. А здесь не получается. И поэтому, ну, то есть, здесь такое ощущение, что вы не подаетесь дрессировке, если говорить простыми словами. И делаете все то, что вы хотите, и когда вы хотите. И поэтому здесь как будто бы претензии о том, что да, ты, ну, как, даже не претензии, ну, да, может быть, претензии, что как-то вот вы не обращаете внимания на того человека, о котором здесь идет речь, понимаете? То есть вы занимаетесь тем, что вам нравится, да, вы любите свое дело, безусловно, вы вкладываете туда очень много энергии, сил. И да, вы влюблены в это дело, вот так, как будто бы все остальное, она как-то идет немножечко на второй план. Если, допустим, у вас есть семья, да, то на втором месте будет, после дела будут дети, а потом уже муж и все остальное. Возможно, здесь есть какие-то вот претензии в ваш адрес. И, ну, здесь такая очень сильная личность, да, такая волевая, поэтому ей, да, может быть, неприятно, но когда ей что-то такое говорят, да. Но с другой стороны, ну, как-то честно, по барабану, потому что вы выбираете делать и вливать энергию туда, куда вы хотите, то, что вам нравится. А вот то, что вам нравится, вы уже выбрали, вы уже в этом определились. Это вот для этой категории людей, да. И, ну, здесь критика неуместна. Это, знаете, вот если по второй позиции там люди, которые критиковали, были как будто на ступеньку выше, да, чем слушащие, то здесь наоборот, я могу сказать, либо вы на равных, либо вы на ступеньку выше. Вот по этой четверке карт от тех людей, которые вас критикуют. Поэтому вам как-то все равно. А вот здесь, вот эта вот категория людей, да, которые все никак не могут определиться. Как вы думаете, почему вас критикуют? Ну, потому что здесь присутствует вот какой-то застой, да, и вы все никак не можете начать, да, вы действительно не можете определиться. Здесь, здесь как будто бы вам указывают, да. Ощущение того, что вам хотят показать действительно вашу ценность и значимость. То есть не то, чтобы поддержать, а, ну, как-то вот замотивировать, что ли. То есть вот эта речь, она идет больше с акцентом на то, что вы начали действовать, потому что вы здесь очень долго зависаете, да, и все никак не решаетесь на действия. Поэтому здесь я могу сказать, что вот здесь какая-то такая благоприятная критика может быть. Но здесь даже не критика, а здесь вот какие-то слова, которые, ну, они и не ранят, они вот просто, знаете, как... С одной стороны, это может быть достаточно назойливо, потому что вы устали слушать вот эти вот однообразие, да, и одно и то же, и когда, и когда, и когда. И хочется здесь, знаете, кто-то уже огрызается и говорит, когда будет, тогда будет, да, то есть вот уже какая-то злость появляется. Но с другой стороны, когда вы расслаблены, вы понимаете, что то, что вам говорят здесь, это вот, ну, правильно говорят, да, то есть вы соглашаетесь. Поэтому здесь я не вижу агрессии. Вообще, если честно, я не вижу, чтобы здесь была какая-то критика в ваш адрес. Нет, здесь вас ценят. Причем еще, знаете, здесь может быть такой страх, что вот если вас как-то критиковать, да, ну, хорошо, если, допустим, посторонние люди вам, незнакомые, вот, вы долго здесь не церемонитесь, вы встали и ушли, вот, и даже объяснение не будете давать. А если это, например, близкие какие-то люди, то они здесь побаиваются, почему? Потому что вы прекрасны, во-первых, у вас здесь есть границы, да, вы понимаете, вот, свои собственные границы, свои собственные ценности, вы не позволите другим людям вести с вами, ну, вот, как-то недостойно, что ли, неподобающе. Вы можете встать и уйти. Вот, поэтому... Здесь как-то так. Вот такой был сегодня расклад. Хочу поблагодарить вас всех за внимание, за ваши лайки, комментарии. Жду вас завтра на прямом эфире. Кто не будет на прямом эфире, ничего страшного. Будет запись. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать мне, вот, и услышать в прямом эфире ответы, не касательно Таро, но я имею в виду не ваши личные, вот, то можете писать в разделе сообщества под анонсом про прямой эфир, да, там, где я анонсировала и про розыгрыш, то есть в комментарии можете написать свой вопрос. Вот, я вам обязательно в прямом эфире отвечу, если буду знать на ответ на этот вопрос, потому что я не все знаю, поэтому на некоторые вопросы могу и не ответить, не потому что не хочу, просто потому что я не знаю ответ. Вот, как-то так. А я с вами прощаюсь до пятницы. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok